Дальше что можно еще делать? А какого подрисовать? Кого? Обру. О, обру. Ну, во-первых, на любом рисунке змей. Категорически не рекомендуется использовать какие-нибудь углы. Вся змея – это мягкая линия. Это сплошные разницы. Кроме зуба. Что? Кроме зуба. Ну, если уж вы ей почти открыли, тогда это так. А так, а так, мягкие, плавные линии. Ну, хотите вы, чтобы она у вас была в позе угрозы? Да. Как вы нарисовали, да? Открыть капюшон. Ради Бога. Давайте я уж совсем с ее плохого уже сделаю. Та-па! Угу. И опять же, вещь, которая у змей не бывает, но сразу придаст некоторый характер изображения. А сейчас череп у змеи устроен так, что глаза на поверхность черепа не поднимаются. Все-таки змея – это не крокодил. У крокодила глазницы действительно возьмут. Но если я здесь делаю вот так, и сделаю вот такие глаза с вертитальным зрачком, а зрачок у змеи с черепей. Ну, так. Полхарактер, конечно, уже как-то с подчеркнут. Вот эту премию можно сделать двойной. А как ты распроеделяешься, ты начинаешь на старт? А, обратить внимание, кстати, какой стилизационный момент воздушный. Вот я нарисовал время добычи, да? А дальше я даже не пробую прорисовывать все добычи. Я делаю вот что. В некоторых местах провожу параллельную линию удвоения. Обратите внимание, что расстояние, когда смотришь. Вот у тебя в убор к доске, у меня плохо линия. На родной. Да, конечно, лучше появляются. Мало того, что ощущение дуноча, а ощущение движения. Вот такая двойная линия очень часто помогает подчеркнуть движение объекта. Ну, можно продолжить, конечно, что очень сладенькое. Ну, вот так вот. Вот так. А можно и не делать. Все равно движение объекта дальше идет. Хорошо, ну, давайте дальше, того мы еще порождали. Да, но ваша страсть по очень маленьким и одиноким депутам все изменится. Все сладко. Ну, за исключением того, что так собачий лап не гнется. Он не умеет так гнуться, в этом месте нет старого. Так, значит, можно, когда рисую стилизованных зверей, конечно, переходить на стиль конструктора. Так, отлично, рисую заяц. Деда заяц. Я беру и приделываю к нему отдельные металли, как в конструкторе лета, вот так. А когда делаешь их кубиковые? Значит, ясно, что ни один нормальный жаль, что так не устроен. Ну, на рисунку, как может быть, вполне допустимо. Если у вас здесь такая... Сейчас будет вопрос. Сейчас, сейчас будет. Так, ну, если уж там структурный стиль. Давайте мы ему вот такую сделаем. Ну, и заяц. Ну, да, ну, и заяц. Который тоже... Вы смеются, но у меня, когда начал рисовать, примерно такая мысль была. Сделаем заяц терминатора. Ну, кажется, что он в скорых зале человеком. Так. Хорошо. А теперь, даже если у вас такой стиль. Мы решили его к нормальному. Как на структурном рисунке взять и обогатить изображение. Сделать его более интересным. А очень просто. Значит, на самом деле, любое звери, грубо говоря, лысое... Нет. Нет, а пушистое. Если вы попробуете царать реальную шерсть, увидите, что это исключительно сложное занятие. Что делаем? А делаем просто... Подумаешь, забегуешь. Видите, что я делаю? Ясно, что это чисто условные линии, но рисунок при этом сразу обгощается. Вот если мы сделаем подмышку и линию плеча, то мы получим уже совершенно не терминатора, а человека. Разумеется, да. Вот такой стиль, который часто используется в анимации и в рисунках, на самом деле антропоморфистский стиль. То есть приведение облика животного к чертам, характерным для человека. Исключительно часто приемом. Хорошо. Ну и кто у нас еще там без интересного жюри просил? Ага. Один, кстати, карандаш. Очень хорошая у вас открыточка получилась. А я вот одну линию добавлю. Вот так вот и два. Ага. Уже сделали побольше вот эти лапы, просто больше размеров. Получилось бы значительно более красиво. Потому что, по идее, эти пятки выдвинуты наживительно. Поэтому сразу возникает такое ощущение, что если эта киса поднесет вот эту лапу к себе в носу, то лапа тоже вот такая. Добро. Очень хорошую создание. Дело в том, что у сады вот эта голова, вот эта уже будет. И вот такая линия резко меняется. Так. А, кстати, что ты в полете. Давайте хотя бы немножко задуматься. Где у нее шпо? Где голова? Если видели, с наперечкой зрения, совершенно блестяще нарисованный, старенький советский мастерин Малкера. Вот данные животные, конечно, такие и такие образы. Просто чудо в перьях. Помните, как изображают голову удава Кау? Да, именно. Да. Ну, давайте пошли, да. Несколько разных вещей. Да? Что сонный, кажется. Угу. Так. Хорошо. А что это? Ну, и змейка. В чем дело? В шестнишнем дне? Нет. Она снимается. Да, она не вправе. Она снимается. Да, она не вправе. Она снимается. Именно так. Выступающую часть горды. Антропоматизм, смеется у него. Но чертовски хорошо передает образ. Очень хорошо. Антропоматизм у змей не бывает выдающегося заболевания. Череп устроен не так. Череп, конечно, будет устроен вот так. Антропоматизм у змей не бывает приподнятых глазниц. И брови тоже. Ну, разумеется, брови. Я истинец. Я истинец. Я истинец. Я истинец. Да, я истинец. Да, я истинец. Конечно. Но, играя на самых разных антропоматизмных штучках, можно добиваться построения очень выразительных образов. Истинец. Я истинец. Да... Провисатьлые биосы.